Спасибо. Любишь Мишку? Да. Привет. Софийка, расскажи чего-нибудь. Что ты там про Мишку Косолапого знаешь? Красивая будешь? Красивая будешь? Да. А что для этого надо сделать? Привет. Открыть? Софийка, ты красавица, конечно. Конечно. Девочки, один год и десять месяцев. Спасибо. Софийка тебе вот все привет передают. Будешь здороваться? Нет? Почему? Ты занята? Да. В общем, Софийка очень занята, поэтому здороваться не будет. Нет, я заплетала не сама, конечно. Я не умею так заплетаться. Съемки просто сегодня были. И только-только вот вернулись. Кукушка. Вот. Не знаю, как все успеваю. Устала. Очень сильно устала, потому что это было достаточно долго и достаточно долго и достаточно емко. И это не тело-время. Это были съемки для Железного мира, для журнала, для канала и еще для Матч ТВ. Все в одном. Тут зоопарк. Столько животных. Как можно накачать ягодицы дома и с коленей больные? Надо вам видео, мне кажется, новое снимать. Про, кстати, тренировки дома-то я не снимала видео. А ведь знаете, как можно много всего сделать? Матч Куни. Очень много всего можно сделать. Ну, мы обычно с Софикой так и обходимся, когда не с кем ее оставить. Тренируемся дома и на улице вместе. Софика, кстати, сейчас все за мной повторяет. Отжимается. Приседает. Все, что может повторить, то повторяет. Особенно танцы. Депрессия бывает обычно не во время беременности, а после. После родов обычно бывает. После родовой депрессии она так и называется. Вот. Поэтому не знаю, у кого депрессия во время беременности. Разве что только на тему плохого самочувствия и внешнего вида. Ну, вообще, мне, честно говоря, не нравилось быть беременной. Ходить с животом. И мне многие говорили, что ты будешь скучать. Я не скучаю вообще. То есть мне гораздо лучше, когда вот то, что было в животике, уже вот тут вот сидит где-то и со мной все-все-все делать вместе. Это гораздо лучше, чем ты с животом ходишь и мало что можешь себе позволить. Вот. Про сушку. Про сушку. Про сушку. Как-то писала я про сушку. Про сушку. Про сушку. Про сушку. Про сушку. Про сушку. Видео я поняла. Вижу, что очень много, многие пишут по поводу домашних тренировок. И обязательно мы их снимем. Обязательно снимем. Я вот думаю только, где их снимать. Может быть, реально дома снять? Во время беременности в зал ходить, конечно, можно. Ну, конечно, если вы не уже там на восьмом месяце и только решили в него пойти. Зоечка моя, давай, откроем. Вот. Ну, вообще, тренировки нужны во время беременности обязательно. Не только для дальнейшего благоприятного восстановления, но и для здоровья. Собирать. Это кто тебе? Мама насобирала тут, да? Да мама тебе такие сделала штуки? Миш. Это Мишка, да. А это кто? Миш. Это слоненок. Слоник. Это медведь. А, это медведь. Крючок. Как? Софика тебе все привет передают. Не успеваю читать. Оптимальная разница между детьми? Честно говоря, я считаю, что нет оптимальной разницы между детьми. Она может быть любой. Какая вам заблагорассудится, такая может быть разница. Что до этого написано было? Четка тебе. Четка тебе. Четка тебе. Да, она очень разговорчивая. Софика очень разговорчивая. Да? Особенно с утра. С утра она, значит, начинает рассказывать. У нас традиция. Мы идем умываться, и она рассказывает стихотворение. У нее прям какой-то пунктик. Обязательно вот со стихотворения начинается утро. Вот. И сказки пересказывать. Песенки все знают. Папа там поет ей песенки. А она повторяет некоторые слова. Говорить она довольно рано начала. Где-то в год и три, наверное. Ну, я имею в виду именно говорить. Ну, то есть так уже складывать. А слова-то это еще раньше. Понятно, там мама, папа там и так далее. Папа поет всякие разные детские песенки. Тебурашку там. От улыбки станет всем светлей. В лесу родилась елочка. Ну, разные всякие. Всякие такие. Спасибо огромное за все приятные вещи, которые вы пишете. Вот я читаю и радуюсь. Еще лучше настроение становится. Хотя она и так была хорошая. А сейчас еще лучше. Так. Ну, все по-разному на самом деле начинают говорить. Вон, знаю, что Андрей вроде как годам к трем только начал говорить. И девочки, как это не парадоксально. Шучу. На самом деле никакого парадокса. Они раньше начинают говорить. Более болтливые девочки. Так оно и есть. Вот. Так что не переживайте, если ребенок... Вот у нас, например, у Софики волосы долго не росли. То есть она такая лысенькая все время ходила. Вот сейчас начали расти уже. И ничего страшного. Нету людей, у которых бы волосы не начали расти. Я имею в виду здоровых. Так. Что еще вам рассказать? Какой объем воды я пью на тренировке? Ну, это примерно литр, наверное. Вот на тренировке я очень много пью. Если у меня нетренировочный день, мне достаточно сложно выпить всю дневную норму воды. Вот. Спасибо. Второго... Софика, ты брать козель сестру хочешь? Нет. Софика не хочет брат или сестру, поэтому... Пока сама наслаждается вниманием. Что за кардио? Что на кардио? Я не все ваши сообщения вижу. Они очень быстро исчезают у меня. Реально ли подтянуть живот после... Не успела прочитать, но после кесарево сечения. К кардио натощак я не очень хорошо отношусь. Но объяснять, и я как-нибудь на эту тему лучше напишу, потому что это долго объяснять. Некоторым подходит, но далеко не каждому. То есть я бы не стала просто делать кардио натощак, не поняв своего организма. Вот. Что-то было... Кесарево сечение. После... Там... От растяжек вы не избавитесь ни спортом, ни питанием. Растяжки это генетический фактор в большей степени. Ну и также и гормональный. Я об этом писала, кстати, статью. Вот. И кожа тоже. Кожа. Кожа. Если кожа не поспевает, то за ней надо ухаживать. То есть вы можете пробовать это косметическими средствами делать. Но, опять же, это генетика. И у многих бывает после похудения и родов кожа висит. И надо дать ей время подтянуться самой максимально, насколько она сможет. Но не у всех это происходит. И тогда только вот всякие лазерные процедуры и так далее приходят на помощь. Так что проблема висящей кожи, она есть. И тоже питанием и тренировками это не исправить. То есть, ну, это... Только вы считаете, что хирургия. Вот. Так, по поводу... Спасибо. По поводу коленей. По поводу коленей. Да, у меня проблемы с коленями. И одно время я вообще не приседала даже. Ну, очень долго. Я и сейчас особо не приседаю. Изредка включаю, так как сейчас я уже подлечила свои коленки. Они восстановились у меня. Но я знаю все, что я могу делать. Все, что я могу делать и не могу. То есть, приседать со свободным весом я не буду никогда. Потому что я знаю, что это закончится плохо. Вот. В смите иногда можно поприседать. В машинку? В машинку? Так она же разряжена. Куда она? Куда она? Куда? Вот туда вот, да. Зарядное устройство туда втыкается вот. Да? И куда? В розетку. Извините, Софийка. Вот. По поводу... Что же я рассказывала-то? А, ну вот, колени, колени, колени. Значит, дальше про колени. Что еще? Да, приседать я не буду. То есть, вообще, на самом деле, масса других... Заряжается батарейка? Заряжается. Батарейка. 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 Сила. Это сила. Сила опять. Говорит, а сейчас она зарядится, и я тебе кое-что интересненькое поставлю. Вот. Операции у меня не было. Я так их восстановила. То есть... Музыку, музыку. Музыку сейчас мама включит. Надо постоянно делать упражнения. Все равно, даже когда они травмированы. Просто надо правильные делать упражнения. Грамотные. Чтобы ваши мышцы держали суставы. То же самое про позвоночник. То есть, ну, там, многие думают, что если у вас какие-то там травмы произошли, то все надо все бросить. И ни в коем случае. Надо просто оздоровительной физкультурой заниматься. с коленями к хирургу, к ортопеду можно. К эмануальному терапевту можно. Вот. То есть, выбор, в общем-то... Ну, это вообще зависит от того, какая травма именно. Но вы можете прийти просто к терапевту и проконсультироваться с ним. Он вас направит там либо рентген сделает, либо там посмотрит, что у вас за проблема и направит вас уже дальше. Вот. Поэтому сначала к терапевту идите. Сейчас мы с Софикой будем заниматься, так как я весь день... Всякие съемки, все такое. И мы с ней сегодня не занимались с утра. И поэтому сейчас мы будем это делать. Поэтому я с вами прощаюсь. И потом еще поболтаем. Ну, не сегодня, а какие-то другие дни. Всем спасибо. Всем пока. Пока скажешь? Да. А в другую сторону ладошку. Вот так вот, да. И скажи пока-пока. Пока-пока скажи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok